По многочисленным просьбам зрителей, в номинации «Что за клавиатура в том-то, том-то видео про наушники» Побеждает Азот Трайк Баттелл! Эта клавиатура настолько маленькая, что я сначала подумал, что она для планшетов. Ну реально, на самом деле же это полноценная геймерская механика со всеми сопутствующими примочками, только размером намного меньше. Ну реально, это одна из самых маленьких клавиатур, которые я когда-либо видел, но на самом деле это удобно. Во-первых, это удобно для тех, кто постоянно ездит на всякие ланы, на соревнования, тренируется. Во-вторых, это удобно для тех, у кого, как и у меня, просто мало места на столе. Как видите, верхней крышки нет и это тоже способствует уменьшению веса, то есть все в этой клавиатуре направлено на то, чтобы она была как можно компактнее, как можно меньше весила и занимала как можно меньше места. И удалось, ну вес 700 грамм для механики это реально мало, плюс с такой конструкцией клавиатуру намного легче чистить. Может показаться, что Strike Battle хрупкий девайс, однако здесь в основе алюминиевая пластина, так что с этим все окей. На пластине установлены механические переключатели Cherry, в моем случае это Cherry MX Brown, а значит, что сила нажатия 45 грамм и есть тактильная отдача, то есть вы чувствуете, когда кнопка срабатывает, это примерно на половине хода происходит. Раскладка у Ozone Strike Battle хороша хотя бы тем, что здесь длинные шифты и кнопки не смещены, как видите, F1 ровно над двоечкой. И большой бэкспейс, это мне тоже нравится. Дополнительные функции есть, как у любой уважающей себя геймерской клавиатуры. С помощью нажатия вот этой кнопки вы можете настроить частоту опроса USB порта вот этими кнопками и время отклика вот этими кнопками. Плюс есть стандартные кнопки управления мультимедиа, дальше идет кнопка отключения клавиши Windows и кнопка подсветка. Подсветка может мигать, может быть на 30%, 60% и 100% яркости. Ну или можно ее совсем выключить. Вот эти кнопки превратились в макроклавиши, то есть дополнительной функцией, например, PageUp может быть какой-то макрос, который вы на него повесите. Кроме как на эти кнопки, вешать макросы на другие кнопки вы не можете. И есть небольшая проблема, я не уверен, что очень удобно будет тянуться отсюда рукой сюда, чтобы использовать какой-то макрос, а от мышки я во время игры вообще руки почти не отрываю, потому что, например, в Counter-Strike это смерть. Симпатичный софт позволит вам сменить назначение кнопок, записать макрос, выставить частоту опроса и время отклика, а также отрегулировать подсветку. Ваши настройки вы сохраняете в 5 разных профилей, которые клавиатура запомнит. Правда переключаться между ними вы сможете только в дровах, что не очень, как по мне, потому как на LAN-ах частенько бывает запрещен доступ к проводнику и установить дрова для клавы нереально. Провод тонкий и не очень-то и длинный, всего лишь полтора метра. Он в тканевой оплетке и с эффектом памяти. Многим не нравится вот этот эффект памяти, потому что провод плохо распрямляется и так далее. Но, как по мне, пусть он лучше плохо распрямляется, но зато будет лучше защищен от перетирания и грязи тоже. Провод тонкий. Получается, что это одна из самых компактных игровых механических клавиатур, что я видел. Есть, конечно, свои недостатки. Например, то, что она ездит по столу. Смотрите. Есть, конечно, здесь резиночки и все как надо. Есть здесь, 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 вот здесь резинки. То есть, все должно быть окей. Но... Однако, это все излишки того, что клавиатура очень легкая. Еще один недостаток – тусклая подсветка кириллицы. Однако, тут ничего не поделаешь. С этим придется смириться. Классно то, что здесь вообще стоят переключатели Cherry. Сейчас это большая редкость. Ну и плюс конструкция. С ней очень легко клавиатуру чистить. На этом все. С вами был интернет-магазин FUA. Меня зовут Макс. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Заходите на наш магазин, покупайте игровые девайсы. И... Джи... Эээ... Джи-джи. РААА!! Субтитры создавал DimaTorzok